В Тури состоялось расширенное заседание коллегии управления Федеральной службы исполнения наказаний. На нем были подведены итоги работы в минувшем году. Перечислены основные достижения в работе ведомства, обозначены проблемные вопросы, ну и, конечно, награждены наиболее отличившиеся сотрудники, а также руководители подразделений. С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансо-экономической деятельности в 2023 году выступил начальник УФСИН Александр Кузьмин. Он отметил, что в учреждениях продолжалась последовательная работа по укреплению законности, обеспечению условий содержания под стражей и отбывания наказания, а также привлечения осужденных к труду. В условиях либерализации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства одним из важнейших направлений деятельности уголовно-исполнительной системы становится исполнение наказания, не связанное с решением свободы. В Тверской области в 2023 году созданы 356 мест для размещения осужденных принудительным работам. Которые успешно трудятся на производственных и логистических предприятиях. С 1 января нынешнего года УФСИН совместно с иными субъектами региональной власти приступило к исполнению закона апробации в Российской Федерации. Он направлен на ресоциализацию как осужденных, так и отбывших уголовные наказания. Приглашенные гости дали свою оценку совместной с ведомством о работе в прошлом году. В частности, главный федеральный инспектор в Тверской области Игорь Жуков положительно отметил условия содержания спецконтингента. Значимым событием коллеги стала торжественная церемония вручения знамени региональной организации ветеранов. Выражаю уверенность в том, что данное знамя будет воплощением наших надежд на то, что наша уголовно-исполнительная система, просуществовав 145 лет, будет и дальше существовать и выполнять свои функции, которые возложило на нас государство. Не обошлось и без традиционного награждения наиболее отличившихся сотрудников, в котором принял участие и столичный гость. Начальник управления режима и надзоров СИН России Игорь Кулагин. Что касается рейтинговой оценки деятельности подразделений УФСИН по Тверской области, то по итогам 2023 года лидирующие места в своих подгруппах заняли Вашневолодской ИК номер 5 и Ржевский СИЗО номер 3.